Добрый день, уважаемые любители шахмат! С вами опять Владимир Добров. Мы продолжаем рассматривать партии с игры на Кубке Наций. Очередной мини-спектакль, мини-шедевр создал Владислав Артемьев. Противостояние с индийским шахматистом Ведит Гуджирать. Итак, приступим. Влад играл белыми и начал ходом Д4. И вот такой редкий, ну как сказать, редкий на топ-уровне ход слон Ж5. Но на самом деле ход очень практичный, быстрых шахматых слон часто сюда попадает. И вот Ведит решил разыграть достаточно интересный вариант, связанный с ходом Ферзь Д6. Такой симпатичный ход, то есть две задачи прислезают. Одновременно Ферзь Б4 при случае может выскочить, дать шаг. И вот вторая идея, которая встретилась в партии, это вот гонка за этим слоном. Итак, значит, Конь БД2, Влад спокойно отреагировал. Ферзь А6. Ну и теперь вот идея заключается в том, что белые, скажем, не могут брать коня, потому как после ДЕ висят две фигуры и белые проигрывают. Ну, Влад отреагировал очень спокойно. Ферзь С1 очень надежно. Тем не менее, Ведит сыграл в Ж5. Вот такая вот интрига. То есть черные сбрасывают пешку в дебюте. А именно после взятия ДЕ, слон Ж5, Ферзь H5. Компьютер предлагал ход Ферзь Ж7. Видимо, с нападением на пешку Д4. Ведит сделал ставку на активность в центре. Ну вот, смотрите, как Влад здесь хладнокровно ответил. Конь Ж1, после слона Ж7 сыграл С3, С5. Слон ушел на Д2. Ну что же, вот такие вот баррикады построены были. Конь С6, Е3. У белых образовалась все-таки лишняя пешка. И компенсация, конечно, здесь носит скорее временный характер. Ну и по большому счету, что можно сказать? По большому счету, белые просто-напросто выиграли пешку. Ну, черные делают, опять-таки, пытаются за нее найти определенную компенсацию. Итак, Конь Е2. 3-0 сыграл Ведит. Возможно, стоило ему пытаться как-то еще маневрировать. Но, как я уже сказал, здесь сложно найти полную компенсацию. Так как у белых слишком все крепко. И нет никаких слабостей. 3-0. И вот начало такой достаточно активной игры. В4. То есть, мало того, что образуется давление на пешку С5. Во-вторых, белые расширяют плацдарм. И в дальнейшем вот эта пешка. И вообще по линии В произойдут достаточно интересные события. СБ, СБ. Король В8. В5. Жертва пешки. Влад сыграл очень симпатично. Вот, посмотрите. В5. То есть, в этом случае, с одной стороны, можно было не торопиться сыграть Конь Ж3. Но в этих вариантах черные, скорее всего, могли даже отдавать фигуру. Ну, например, Конь Ж3. Допустим, Ферзь Ж6. В5. Ну, вот какие-то вот удары на Д4. Сразу же заслуживают очень серьезного внимания. Слон Д4. Ладья Д4. Ну, определенная компенсация здесь у черных, конечно же, есть. И мы видим, белые фигуры не развиты. То есть, им необходимо каким-то образом от этой инициативы отбиваться. Естественно, Владу эта идея не понравилась. Поэтому сыграл Б5. Б5 очень жесткий ход. Взял на Б5, ведит. И открылась линия Б. Мгновенно открывается линия. Мы видим еще и на тактике при случае Ферзь, скажем, не может назад возвращаться из-за потери Коня на С6. Ферзь Д5 вернулся, видит. И фигуры белых начали играть еще больше. Конь С3. Ферзь Е6. Конь А4. Ну, две угрозы. И ладья Б7. Конь С5. Страшная совершенно позиция. Черные должны были убирать холоднокровую на Ферзя на Ж6. Но в этом случае белые все равно продолжали бы Конь С5. И страшная инициатива у них в этой позиции сохранялась. А мы увидим, ошибся. И здесь, в общем, симпатичная концовка происходит. Влад бьет на Б7. Может, Флт, конечно, не торопится играть Конь С5. Но все равно это симпатично. Ферзь Д6. Конь С5. И после Конь Б4 Белый наносит достаточно симпатичный удар. Ладья Б7. Король А7. Ферзь А3. Король Б6. Ферзь Б4. Еще очень точный ход. Ферзь Б7. Король БЦ5. Единственный ход опять-таки. И слон Б4 ман. И если присмотреться к этой партии, то можно разделить эту доску на две части. То есть, по сути дела, линия от линии королевский фланг не ходил практически ни у той и другой стороны. Белые малыми силами замотовали. Черная фигура опять-таки находится на другом фланге. И сказалась позиция короля. Ну, вот впечатление от этой партии двоякое. То есть, с одной стороны, черные остались без пешки, белые поставили красивый мат. Но, с другой стороны, черные слишком оптимистичны, наверное, разыграли дебют. Поэтому вот из этой партии можно научиться тому, что ранние ходы ферзем в дебюте, которые не рекомендуют делать особенно даже начинающим шахматистам, но всегда имеют свою проблему. Потому что такие вот ходы, как ферзь Д6, я, конечно, понимаю, это высочайший уровень, топ-уровень, видит шахматисты 2.700 уровня, секундант многих сильных шахматистов. Но вот такие вот компьютерные порой ходы в дебюте, они, в общем-то, по-человечески могут быть наказаны. Ну и, в общем-то, в этой партии Влад именно это и продемонстрировал, с чем мы его поздравляем. И, конечно же, симпатичный мат в центре доски практически был весьма элегантен. Ну что же, на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.